В Усцельме официально открыли отделение дневного пребывания для пенсионеров и инвалидов. Здесь они могут пообщаться и освоить новые виды творчества. Например, технику кусудами и квилинга. Елена Тонанова заглянула на занятия. Людмила Кочегарова вяжет пинетки для своего правнука. За четыре занятия пенсионерка почти закончила работу. Я спицами владела, но конкретно, например, это изделие я не могла связать. А крючком я вообще не могла связать. Вот уже три месяца усть-целемские пенсионеры свое свободное время проводят в отделении дневного пребывания. За это время они освоили квилинг и кусудами. Руководитель отделения Светлана Носова показывает шедевры из разноцветной бумаги и ненужных журналов. Кружки здесь проходят в течение всего дня, чтобы пенсионеры, особенно одинокие, смогли прийти в любое время. Специфика этой работы очень сложная. И я всегда своим специалистам говорю, что к каждому человеку нужен определенный свой подход. Кто-то замкнут в себе, кто-то от одиночества устал, у кого-то боль в душе, у кого-то физические раны. Поэтому здесь к каждому человеку индивидуальный подход. Правда, представители местного совета ветеранов засомневались в необходимости такого отделения, ведь в Уссильме уже есть аналогичные кружки. Он настолько копирует всю работу на основе тех созданных хоров, клубов, которые существуют и которые уже давно себя хорошо зарекомендовали. По словам специалистов нового центра, это не проблема. Мероприятия можно проводить и вместе. И потом, как выяснилось, в действующие кружки могли попасть далеко не все сельские пенсионеры и инвалиды. Между тем, именно им очень необходимо внимание. Местные соцработники даже провели исследование. Выяснили, сколько времени они тратят непосредственно на общение со своими подопечными. Теперь сотрудники отделения планируют работать с пенсионерами-инвалидами не только у Сцильмы, но и с соседних сел. Через клуб общения. Там люди смогут писать друг другу обычные бумажные письма.